Нефть дорожает на фоне падения экспорта из России. Цены на нефть продолжили рост, вторую сессию в пятницу, 24 февраля, поскольку перспектива снижения экспорта из России, компенсирует рост запасов в США. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли, 0,8%, до 82,88 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate, WTI, выросли на 0,8%, до 76 долларов за баррель. На предыдущей сессии цены выросли, примерно на 2% из-за планов России, сократить экспорт нефти, из своих западных портов, на 25% в марте, что превысило объявленное сокращение добычи, на 500 тысяч баррелей в сутки. Более высокие, чем ожидалось, запасы сырой нефти в США, продолжают бросать вызов перспективам спроса на нефть, но ожидания снижения добычи в России, оказывают компенсирующее влияние, сказал Ик Джун Ронг, рыночный стратег Ик. Запасы в США, находятся на самом высоком уровне, с мая 2021 года. За неделю цены на нефть несколько снизились после падения, примерно на 4% на предыдущей неделе, вызванного также опасениями по поводу повышения процентных ставок, которые могут укрепить доллар. Протоколы последнего заседания, Федеральной резервной системы США, показали, что большинство официальных лиц по-прежнему настроены, агрессивно в отношении инфляции, и жестких условий на рынке труда, что свидетельствует о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Перспектива дальнейшего повышения процентной ставки, поддержала индекс доллара, который продемонстрировал рост четвертую неделю подряд. Индекс вырос, примерно на 2,5% за месяц. Сильный доллар делает товары, оцененные в долларах США, более дорогими для держателей других валют. В конце недели основное внимание будет уделено тому, что произойдет со следующим отчетом об инфляции, будет ли рынок, нервничать еще больше из-за ужесточения со стороны ФРС, сказал аналитика Унда Эдвард Моя. Напомним, по прогнозу Goldman Sachs, нехватка нефти вероятно подтолкнет цены, к 100 долларам за баррель к концу года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.